Государственная программа по варьбе с безработицей предусматривает переквалификацию кадров. Как она происходит? Возможности для переквалификации большие, надо сказать. Можно пройти переквалификацию за государственный счет, ну, исходя из тех вариантов, что вам предлагают. То есть, если вы хотите переквалифицироваться, например, в дизайнер цветочных магазинов, ну, вряд ли у вас это получится. Такую акцию вам государство не дает. Но оно вам предоставляет те варианты, которые, возможно, нужны будут. Но у нас не очень-то люди, понимаете, у нас достаточно сформировалось за советские годы, вот, может, Наташа меня поддержит, за исключением вот топ-менеджмента, да, у нас очень инертное население и в плане смены работы. Вот он получил образование, там, экономическое. И хочет, тупо ищет работу финансового аналитика. А если мне нашел дом, просто сидит дом. Ну, не нужны финансовые аналитики. Нужны бухгалтера. Бухгалтера нужны. Но он говорит, это скучно. Я хочу быть аналитиком. Я бы еще сказала, что здесь не только, вот, хочу быть экономистом, но, если честно, если мы давайте опустимся со статистики на землю и посмотрим на людей, с которыми мы с вами общаемся, как много ваших знакомых пошло в государственные организации переквалифицироваться? Вы знаете одного? Нет. Я тоже. Поэтому вот в этом вопрос, что доверие государственному качеству государственных программ пока, на мой взгляд, очень низкое. Это несложно. Вот, знаете, на самом деле, вот в разгар кризиса, в конце зимы, во многих регионах открывались совершенно уникальные и довольно яркие вещи. Например, я был в Волгограде, где большие проблемы, там, крупные промышленные предприятия, которые были сокращены, там сокращались работники ИТР, что называется. Вот. Тракторный завод и прочее. И вот у них открыли, понимая, что вот система Роструда, она достаточно формализована. Надо прийти, написать заявку, встать на учет, там, заполнить. А если у тебя нет прописки, ты должен идти в другой город, где у тебя есть... Я не возьму. Другое место идти, оставлять заявку. А если тебе нужна временная работа, ты работаешь, вот, два дня работаешь, три дня нет. Но тебе тоже не возьмут. Поэтому они открыли такие неформальные биржи труда. Там, местная администрация, партия правящая и Роструд. И можно получить чуть ли не паденную работу. Просто все это онлайн в компьютере. Мне нужна няня. Я пришел, оставил заявку. Мне нужна няня два раза в неделю. И там же, вот, пожалуйста, полный список, кто готов два раза в неделю поработать нянями. В отличие от агентств, это бесплатные услуги. И насколько популярна стала эта программа? Я там, когда был в феврале, там очередь хвостом на улицу выходила. Причем не только от желающих устроиться на работу, но и от желающих дать объявление. Всем нужно отремонтировать дома что-то, собрать кухню, посидеть с ребенком, вот, скопать огород. И это все нужно рабочих. Это хорошо оплачиваемая работа, между прочим. А кто вот шел туда? Туда шли вот эти белые воротнички? Экономисты шли? Экономисты. Вот белые воротнички как раз туда шли, потому что, если брать официальную статистику, то там было, что на каждую вакансию бухгалтера, вот, в Роструде, там 30 претендентов. Поэтому, ну, бухгалтер не хочет менять свою работу на что-то другое, да. Но он вполне может временно поработать нянями. А, то есть временный вариант нормальный. Конечно, конечно. На несколько месяцев, там, и так далее. И самому веселее, и деньги, и так далее. Наталья, а почему рекрутинговые компании не откроют такие площадки, где люди могли бы обмениваться? Это абсолютно верно, очень простой ответ. Мы коммерческая организация. Мы должны зарабатывать деньги. Брать комиссию не будете? Что-что? Ну, брать комиссию с тех, кто нашел няню. Ну, ну, понимаете, нет, подождите. Есть определенные агентства, занимающиеся нянями и всем подобными вакансиями. И они берут за это комиссию. Точно так же. Абсолютно все, что относится к коммерции, любые коммерческие организации, рекрутинговые агентства, безусловно, не будут. А если говорить о рабочих специальностях, ей понятно, что когда есть завод и есть небольшой город, то вряд ли там даже няни-то нужны будут, потому что у людей нет денег для того, чтобы, если завод стоит, плачивать няню. Вот какие-то меры касаемо моногородов и предприятий могут быть инновационные, какие-то предложены сейчас? Ну, проблема моногородов, да, вот в вашей же программе, по-моему, выступала. Ну, вот рекрутера интересно послушать, идеи какие-то. Ну, вы знаете, вообще... Могли бы вы предложить? Мне кажется, это мое личное мнение, может быть, не как рекрутер, а как человека, надо переезжать, надо куда-то переезжать. Родиться, вырасти и умереть в одном городе, это уже очень давнишняя, отошедшая в прошлое концепция. Куда переезжать? Из регионов Москвы? Почему в Москву? Наоборот, из Москвы, только, ну, может быть, не в моногорода, да, и из моногородов куда-то еще. Потому что, ну, вы посмотрите, если мы возьмем, возьмите, не знаю, Краснодар, Ростов, какие-то еще города крупные, которые развиваются, у которых, в принципе, есть работа. Я знаю, в очень много рекрутеров вообще очень востребованные люди, где сейчас ищут рабочих. Вы знаете, я бы сказала, если мы говорим о таком именно среднем классе, если мы говорим о таких специальностях, которые сейчас сильно востребованы, По большому счету, очень много проблем в кризисное время возникло у организаций, у которых был очень слаб внутренний контроль. По любым параметрам и статьям, да, это может быть внутренний аудит, это внутренний контроль, это риски, это вот подобные вакансии. Я бы сказала, что вся вот эта контролирующая функция сейчас, это самый-самый большой конек, если человек им обладает. Люди, которые, у них есть квалификации в собирании долгов, да, в сборе долгов. Это очень важная и нужная профессия, она нужна сейчас в каждой компании. То есть, если у человека достаточно дар убеждений и мускулов, и он работает на заводе, он может спокойно... Я бы назвала это все-таки квалификацией, потому что это немножко другой способ собирания долгов. Ну, вот это, я совершенно согласен с тем, что у нас традиционно, этому, так сказать, способствовал институт прописки, этому способствовало вот раскулачивание вообще, вся система коллективизации, когда человека привязывали к определенному месту. Ну, крепостное право можно вспомнить. Ну, крепостное право в какой-то степени, да. Хотя тогда свободы было больше, кстати, из движения. Человек работал там, где жил. А должно быть с точностью да наоборот. Человек должен жить там, где есть хорошая работа, где есть достаток, где его знания и умения. Нет, людей ни на что не способны. У каждого есть свой талант. Вот надо просто посмотреть, где твой талант максимально востребован сегодня. В Москве, в Красноярске или в Сочи. Ну, для этого должны быть информационные ресурсы хорошие. Вот под рукой всегда. Информационные ресурсы одно, инертность и ее отсутствие, точнее, это другое. Потому что... Не спориться-то никак нельзя. Вот нельзя. Нужно просто сесть и заставить себя, дай-ка я поеду в другой город, точнее, посмотрю, что я думаю. Слушай, ну, тот же сайт Роструда дает вакансию по всей стране. И государство еще платит тебе билеты, выплатит какие-то небольшие командировочные на период переезда и подъемные. Ну, понятно, что это не кардинальные деньги. Но тебе, даже если у тебя вообще ничего нет, тебе есть на что доехать. Я вам даже больше скажу. И мы сейчас, там у меня появляется очень много проектов в Казахстане, например, да? И после публикации вакансии на одном из сайтов, ко мне пришло, я вам честно скажу, порядка 70-80% отзывов пришло людей из России, желающих переехать в Казахстан. То есть, в принципе, эта волна уже идет, мы уже понимаем, что в своем родном городе, может быть, не всегда нужно работать. Ну, получается, чтобы достойно жить и иметь работу, нужно заставить себя... Мобильным. ...быть мобильным, да. И возможно переезжать. Конечно. Спасибо вам за эти советы. ...и послушать советы наших гостей. Спасибо вам большое. Мы видим, что рынок труда в России медленно, но начинает оживать. Эксперты прогнозируют еще больше рост активности работодателя к декабрю. Так что, если вы до сих пор не смогли трудоустроиться, не отчаивайтесь. Вакантное место вас обязательно должно найти уже в самое ближайшее время. О рынке труда мы говорили с Владимиром Мединским, членом Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству, и Натальей Курчип, партнером рекрутинговой компании.